Мне нужно перестать винить детей в моей ворчливости. Не моя жена ответственна за то, что у меня было хорошее настроение. Не пастор ответственен за то, что вы были в восторге от проповеди. Это ваша ответственность. Скажите, моя работа — это моя ответственность. Моя страсть — это моя ответственность. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Скажите, в этом году я буду. Давайте откроем первую книгу царств. Можете выдать какой-нибудь звук? Если в Библии был человек, который жил с отношением «я буду», то это был Давид. Давид был не идеальным, но он был человеком действия. Он был одним из тех, кто говорит, «Мне надоело сидеть на трибунах. Я хочу лишь наблюдать за участниками Божьего плана». Если вы хотите стать человеком «я буду», то нужно перестать жить ради одобрения всех вокруг. Нужно перестать переживать об этом. Почему я поместил на экране фото человека, бегучего вверх по ступеням? Потому что люди не бегают по ступеням ради удовольствия. Никто не пробегает две тысячи ступеней, огромного стадиона, сорок раз вверх и сорок раз вниз, потому что это так весело. Они делают это лишь для того, чтобы быть сильнее. Они делают это, потому что их призывает Бог. Вам нужно приходить, даже если вам не хочется. Нужно работать, даже если не хочется. Нужно делать то, что не весело и неудобно. Вам придется делать то, что вы никогда не делали. Этот год может пойти во многих направлениях. Этот год может стать годом, когда вы приведете себя в форму, когда вы, наконец-то, пойдете учиться или исполните вашу заветную мечту. В этом году вы можете, наконец-то, жениться или выйти замуж за человека, о котором давно мечтали. В этом году вы можете бросить ту глупую зависимость, на которую уходит все ваше время. Бог не может решать за вас, что это будет успешный год. Он не может этого сделать. Эти решения нужно принимать вам самим. Итак, в то время был великан по имени Галиаф. Галиаф сказал, «Я собираюсь сразиться с одним человеком, и как только я убью этого человека, все израильтяне станут нашими рабами. Но если этот человек убьет меня, то все филистимляне станут рабами израильтян. И вот идет сражение. Галиаф выходит на поле, но никто не хочет сражаться с ним. Давид наблюдает за тем, как все стоят в страхе, и говорит Саулу, «Не волнуйся, я сражусь с этим филистимлянином». Но на самом деле он говорит о себе в третьем лице. «Твой слуга Давид сразится с этим филистимлянином?» А Саул отвечает, «Ты не можешь? Ты слишком маленький и юный. Когда вы говорите, «Я буду», всегда найдется тот, кто скажет, «Ты не сможешь». Как только вы решите, «Я сделаю это», тут же появится обвинительный голос. И зачастую этот голос не снаружи, глубоко внутри, в моей голове, в моем сердце. Этот голос говорит, «Пол, ты не способен на это. Ты недостаточно дисциплинированный, чтобы исполнить эту мечту. Ты не из этой семьи. У тебя недостаточно образования. Все будет. Кто-то, кто скажет, что вы не сможете. Если вы хотите, чтобы этот год был для вас невероятным, то перестаньте слушать этот голос в своей голове. Перестаньте слушать голос, который говорит, «Однажды, когда-то...» Когда-то я справлюсь с этой зависимостью. Когда-то я напишу эту книгу. Когда-то я вернусь в колледж. Когда-то, когда-то... Я просто люблю откладывать все на потом. Так принято в нашей семье. Нет, вы можете вырваться из этого цикла и стать человеком действий. Итак, Давид смотрит на Саул, и на все его ты не сможешь. И отвечает, «Ты меня не знаешь. Мне нравится уверенность Давида. Некоторые люди ошибочно принимают это за надменность. Но Давид был человеком по сердцу Бога. Он был уверенным человеком. Ты должен знать, что я человек действий еще с юного возраста. Я пас овец моего отца. И это было весело. Я приходил и делал это. Я пас их в дождливый день, когда мои братья гуляли и меня не приглашали. Я тоже пас их. Я оставался верным. Некоторые из нас верны Нетфликсу. Мы смотрим его каждую неделю. Мы верны спортивному каналу. Мы вносим его в наше расписание. Я буду смотреть все эти матчи. Я не пропущу ни одного. Я знаю всю статистику. Простите, но все, что вы знаете о Леброне Джеймсе, не имеет значения. Кстати, лучший все равно Майкл Джордан, а не он. Проблема в том, что мы что мы очень многое знаем о том, что не имеет никакого значения вечности. Давайте в этом году будем верными в том, что имеет значение. Станьте в этом году человеком. Я буду в тех сферах, в которых вы хотите увидеть плоды успеха. Итак, Давид говорит, «Я пас овец моего отца и был верным в этом. Я делал все, что было необходимо. А когда приходил медведь или лев, я гнался за ними и убивал их. Я не позволял им унести овец моего отца. Я хорошо заботился о тех овцах. Затем Давид пошел и убил великана. Он сделал то, что собирался». Если вы хотите стать человеком «Я буду», то вам нужно перестать искать оправдания. Многие из вас обвиняют в своем поведении родителей, дедушек или бабушек, детей, наше прошлое и других людей в нашей жизни. Вам нужно перестать искать оправдания. Скажите, «Этот вирус закончится на мне. Этот вирус закончится на мне. В этом году я буду брать ответственность. В этом году я буду брать ответственность на себя. Я беру ее на себя. Мне нужно перестать винить детей в моей ворчливости. Не моя жена ответственна за то, чтобы у меня было хорошее настроение. Не пастор ответственен за то, чтобы вы были в восторге от проповеди. Это ваша ответственность. Скажите, «Моя работа — это моя ответственность. Моя страсть — это моя ответственность. Многие из нас перекладывают страсть к жизни на Тони Робинса. Мы переключаем ответственность за наш духовный рост и мотивацию на проповедников или на Инстаграм. Пора взять эту ответственность на себя. Однажды я сделаю это. Нет, я сделаю это сегодня. Я буду радоваться. Я буду тянуться. Я буду читать Библию. Я буду молиться и перестану жалеть себя. Якова, глава 1, стих 22. В переводе послания. Мне очень нравится, как там сказано. Не обманывайте себя, думая, что вы слушатель. Хотя кто угодно, но не слушатель. У вас в одно ухо влетает, а через другое вылетает. Действуйте на основании того, что вы слышите. Этот год действий — это год исполнений. Это год «я буду». Далее сказано. Те, кто слышат, но не действуют, похоже на тех, кто смотрит, на себя в зеркало отходит, а через две минуты понятия не имеют, кто они или как они выглядят. Иаков, шутя, говорит, вам нужно действовать. Затем он говорит, но тот, кто улавливает открытый совет Бога... Что такое открытый совет Бога? Это Слово Божье. Многие из нас ждут скрытого совета Божьего. Господь, мне стоит жениться на этой девушке? Идти ли мне на эту работу? Но мы еще не освоили открытый совет Божий. Если вы начнете применять открытый совет Божий, то весьма вероятно, что сокрытый совет тоже вам откроется. Иаков говорит, делайте то, что вы уже знаете, делайте то, что вы уже слышали. Иаков говорит, если вы начнете применять Слово Божье, а не будете рассредоточены, мы живем в обществе, которое постоянно рассредоточено и отвлекается на все. Иаков продолжает. Если вы станете человеком действий, то вы обретете удовольствие и подтверждение в ходе этих действий. Ваше «Я буду» изменит не только вашу жизнь. Ваше освобождение от этой зависимости может принести свободу и другим людям. Если вы все-таки решитесь написать эту книгу, она может принести свободу многим людям, если вы решитесь исполнить эту мечту. Матфея, глава 25, стих 14. Иисус говорит, что Царство Божье выглядит так. Богатый человек собрал всех своих слуг и сказал, «Я отправляюсь в путешествие и собираю доверить вам все свое имущество». Он раздал свое богатство своим слугам не для того, чтобы они его разграбили, а для того, чтобы о Нем позаботились. По Его мнению, забота — это умножение. Бог поместил нас на земле не для поддержания, а для умножения. Если вы не умножаете то, что дал вам Бог, то вы лишь это поддерживаете. Поддержание — это не воля Божья для вашей жизни. Жестко. Но так говорит Писание. Так говорит Библия. Итак, Царство Божье, подобное человеку, который отправился в путешествие. 15 стих. Одному он дал пять талантов, второму два, третьему один. Но вы скажете, это несправедливо. У меня всего один, а у моих друзей по пять. Не вам решать, что вы получите, но вам решать, что вы будете делать с тем, что вы получили. Есть люди, получившие пять талантов. Они ничего не делают, а есть те, кто получили один и постоянно умножают его. У них не было ни дисциплины, ни самоконтроля, и они умножили свой дар. Я не знаю, хочу ли это, но в этом есть благословение. Итак, он дал одному пять талантов. Тот пришел и умножил их. Второму он дал два. И тот тоже пошел и умножил их. Третьему он дал один. А тот пошел, выкопал яму в земле и закопал свой талант. Господин вернулся и спросил, а что вы сделали с тем, что я вам дал? Что вы сделали с тем, что я вам дал? Первый сказал, я пошел и умножил. Вот что получилось. Второй сказал, я тоже пошел и умножил. Вот оно все. И господин ответил, молодцы, вы хорошие и верные слуги. Он не сказал, круто, вы сделали больше, чем я просил. Нет, он сказал, что они исполнили именно то, о чем он их просил. Он назвал их верными. То есть Иисус ожидает умножения. Это не было что-то необычное. Они сделали именно то, чего он ожидал от них. Что мешает людям жить так, как они задумали? Страх? Я ничего не сделал, потому что я боялся. Страх остановил этого человека. И Иисус сказал, заберите у него то, что он имеет, и отдайте тем, кто умножили. У вас всегда будут причины сказать, я не могу, или я не буду. Но я хочу призвать вас к чему-то. Если вы хотите стать человеком, я буду, то вам нужно двигаться вперед, несмотря на свои чувства, несмотря на свой страх перед людьми, вам нужно жить не ради аплодисментов, а ради славы Божьей. Вам нужно перестать жить ради того, что комфортно, и начать жить ради того, что хорошо для вашей жизни. У возможностей есть срок годности. Никогда не забуду, как мой друг сказал, пол тебе лучше начать действовать в Сэшли. Она не будет сидеть и ждать тебя. Она не будет просто ждать. Она целеустремленный человек. Если ты думаешь жениться на ней, то лучше начать действовать, мой друг. И я пошел к Сэшли и сказал, что ты думаешь о том, чтобы мы стали чаще видеться? Ты говоришь об отношениях. Да, поживем, увидим. Она сказала, нет, нет. Я хочу понимать, чего ты хочешь. Ого, еще ни одна женщина не говорила мне такого. Пол, чего ты хочешь? Какие у тебя намерения? Не знаю. Думал, нам стоит получше узнать друг друга. А там посмотрим. Нет, как ты планируешь закончить эти отношения? Ну, я думаю, есть шанс. Если наши отношения просуществуют довольно долго, то однажды они приведут к браку. Она сказала, хорошо. Если ты действительно так думаешь, то я хочу, чтобы ты прекратил все интрижки и всякий флирт в колледже, а также перестал переписываться с другими девушками. Я рассказываю все это, потому что думаю, что сейчас Бог обращается к кому-то из вас. Библия говорит, что Христос вернется за невестой, которая будет готовой, посвященной, верной и правдивой. Верной. Верной. Молодец, хороший и верный слуга. Верный, значит, посвященный. Когда Орл Робертс построил свой университет на соседней улице, он сказал, я был не первым, кого Бог попросил об этом. Бог сказал мне, что были и другие, которые должны были построить христианский университет, но они испугались. Орл рассказывал, я не был идеальным кандидатом для этой работы, и я сражался с туберкулезом. Я был еще молод, и у меня не было научных степеней. Я просто сказал, я сделаю это. Скажите, я сделаю это. Бог ищет не совершенства, а того, кто доступен. Он ищет желающее сердце. Иисус сказал, что любой, кто пожелает, может спастись. Последняя глава Библии много говорит о желании и готовности. Откровение 22, стих 17. Желающий пусть берет воду жизни даром. Любой, кто желает, любой. Исфирь была именно такой девушкой. Она вышла замуж за царя. Это прекрасно и удивительная история. Однажды мы сделаем по ней серию проповедей. Исфирь попала во дворец и стала царицей. Она была женщиной в обществе, где доминировали мужчины, а еще и иностранкой в чужой стране. Но она сказала, да, и Бог использовал ее. Я верю, что этот год, когда вы обретете благосклонность, если просто придете и скажете, я буду, я буду работать, я буду меняться там, где мне нужно меняться, я закончу проект, к которому призвал меня Бог. И пока она была во дворце, ее дядя сказал ей, что у кого-то есть тайный план убить всех евреев. Исфирь, ты тоже еврей. А царь даже не знает, что происходит у него под носом. И кому нужно рассказать об этом? Она не знает, что делать. Исфирь сказала, я не могу. И ее я не могу. Мешала ей. Исфирь, глава 4, стих 11, все служащие при царе, и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд смерть, только тот, кому простет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней. Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. В этом году для вас появляется новое окно возможностей. Вот это окно. И Бог говорит, «Ну же, давай». Давай. Мордахи сказал Эсфире, «Не думай, что такая возможность будет всегда». Такое бывает только раз. Воспользуйтесь этой возможностью. Не жди приглашения, чтобы поучаствовать в Божьем плане. Если вы не придете, если вы не будете тем человеком, которым призывает вас Бог быть, если вы не будете двигаться к мечте, которую Бог вложил в ваше сердце, затем Мордахей предложил, «Ты и дом отца твоего погибнете». И кто знает, не для того ли времени ты достигла достоинства царского. Все истории в Библии о людях, которые сделали шаг вперед и сказали, «Я буду». И так Эсфирь подумала об этом и сказала, «Хорошо, но пусть все постятся и молятся за меня. И я тоже буду поститься и молиться». Она знала, что ей нужно делать, и вы знаете, что вам нужно делать. Человек на фото, который хочет привести себя в порядок, бежит по ступенькам. И каждая ступенька — это шаг по направлению к его цели. Каждый мой урок игры на фортепиано был шагом к моей цели. Каждый раз, когда я прихожу в церковь, изучая Писание, провожу время со своими детьми и готовлю их к цели. Полно я пытался. Я сделал столько шагов, но так и не увидел прорыва. Продолжайте шагать. Я шлепаю детей, а они продолжают не слушаться меня. Продолжайте шлепать. Прозвучало двухсмысленно. Я хожу в зал, но так и не сбросил вес. Я стараюсь питаться правильно, но это так сложно. Я пробовал поститься, но спустя три дня я думал только о пицце. Когда я научился играть на пианино, я играл усердно, а потом падал, и я не хотел подниматься. продолжать пиццу. Продолжайте А когда я проповедовал в первый год моего пастырства, я падал, и мне не хотелось подниматься. Но Бог говорит, если хочешь увидеть прогресс, нужно продолжать шагать, нужно подниматься. пицца. Если вы хотите быть таким человеком, который нравится Богу, в книге притч сказано, праведник семь раз упадет, но поднимется. Сколько бы вы раз не падали, продолжайте вставать. И вот эсфирь предстояло принять решение. Либо я буду, либо я не буду. Если бы она выбрала я не буду, то упустила бы величайшую возможность спасти евреев от надвигающегося. Геноцида. Ваше я буду спасет не только вашу жизнь, но и жизнь других людей. Ваше я буду изменит не только жизнь. Ваше освобождение от этой зависимости может принести свободу другим людям. Если вы все-таки решитесь написать эту книгу, она может принести свободу многим людям. Если вы решитесь исполнить эту мечту или закончить этот проект, то это именно тот момент. Мир ждет, пока сыновья и дочери Бога откроются. Но это возможность лишь в том случае, если они скажут, я буду. И вот Эсфири сказала, пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну. Я пойду. Давайте встанем на ноги. Это год под девизом. Я буду. Я буду. И я сделаю. И у меня все получится. Давайте встанем. Это год под девизом. Надеюсь, эта проповедь вдохновила вас и напомнила вам, что Бог еще не закончил работать с вами. Пришло время перестать искать отговорки, обвинять всех вокруг, жалеть себя и начать делать то, к чему призвал вас Бог. Зачастую мы узнаем, что нам следует делать, но мы еще не сделали этого. Мы медлили и откладывали на завтра. Однажды я возьмусь за это. В этом году я буду делать то, к чему призвал меня Бог. Я избавлюсь от плохих привычек. Я держу победу над зависимостью. Я начну развивать здоровые привычки. Я стану тем, кем он задумал меня. У вас необходимая сила. Вы не раб своих чувств. Вами не управляет то, что другие говорили о вас. Поэтому примите это решение. Давайте помолимся прямо сейчас. просто скажите, Господь Иисус, в этом году я буду повиноваться тебе, тебе, твоей воле, твоему слову и твоим путям. Я весь твой. Помоги мне в этом году сделать то, к чему ты призвал меня, и быть тем, кем ты создал меня во имя Иисуса. Я верю, что нет такой плохой привычки или зависимости в нашей жизни, которые вы не могли бы перебороть. С Христом вы имеете победу. Не забывайте об этом. Я люблю вас и молюсь за вас. Ваши лучшие дни впереди. Помните об этом, что ваши лучшие дни всегда впереди. Редактор субтитров Корректор А.G. Субтитры подогнал «Симон»